ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О производстве гидравлических приборов и коммунальной техники расскажет Айтар Чирагова. Необходимо обратиться в телеклинику для проверки корректности внесения ваших данных. В Люберцах прошла пресс-конференция, посвященная вакцинации от COVID-19. Я начал заниматься в 6 лет. Меня мама с папой отвели. В парке Наташинские пруды прошел мастер-класс по самбо. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание состоялось в администрации городского округа Люберцы. Главе муниципалитета отчитались в проделанной работе руководители структурных подразделений и силовых ведомств. Подробности далее. Более 2000 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. За отчетный период на территории обслуживания ведомства совершено 15 преступлений. Напряженная неделя была у сотрудников Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. 50 выездов по сигналу тревоги. Справляться с огнем пришлось 4 раза. В системе ЖКХ произошли небольшие технологические сбои. 16 домов в микрорайоне «Красная горка» на время остались без горячей воды. Аналогичная ситуация была и в ЖК «Марусина». У нас, получается, аварийная ситуация была на сетях горячего водоснабжения. 8 числа, в четверг Люберецкая теплосеть устранила все в регламентные сроки. На совещании обсудили вопросы, связанные с благоустройством округа и состоянием дорог. Подвели спортивные итоги недели, а также рассмотрели жалобы и обращения, поступающие от жителей. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий совершил традиционный субботний велообъезд. На этот раз маршрут был проложен по Томилино. Совместно с сотрудниками администрации и управляющих компаний глава округа проверил содержание поселка. Подробности в материале нашего корреспондента. Тут случай, когда спорт можно совмещать с работой. С велосипедов все недостатки видны, как на ладони. Ямы на пешеходных зонах, мусор, нескошенная трава. Все это не увидишь из окна автомобиля. По ходу движения участники велоинспекции останавливаются, чтобы пообщаться с жителями. Их вопросы и пожелания формируют дальнейший план действий. Как подъезды? Убирают, нет? Ой, скверно. Приходят, убираются. Наверху вообще не приходят. Я сейчас приеду после этого. Других жителей беспокоит состояние пруда в микрорайоне Птицефабрика. По их словам, водоем нуждается в очистке. Я пошла вчера туда. Мы раньше ходили вокруг пруда. А теперь война оттуда идет. Почему не чистится? Вот это у нас вопрос. У нас единственное место, которое ходили. Сейчас сидим здесь. Пруд на Птицефабрике вошел в региональную программу по очистке водоемов. Работа пройдет в следующем году. Кроме того, власти округа планируют привести в порядок зону вокруг всех водных объектов в Томилине. Более это усовершенствуем, потому что надо делать пешеходную зону вокруг прудов. Ставить освещение, ставить лавочки. Запрос есть, вопросы есть. Но для этого мы и работаем. По результатам велообъезда глава округа дал своим заместителям ряд поручений. Например, привести в порядок территорию возле станции, избавить парк Лапса от сорняков и проконтролировать вывоз мусора на отдельных участках поселка. Луиза Егезарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается ремонт лифтового оборудования в многоквартирных домах. На сегодня заменили 64 лифта, 17 в работе. Глава округа Владимир Ружицкий проверил ремонт лифта в одном из домов на улице Новой. Работы ведутся по программе капитального ремонта. В десятиэтажном здании одна пассажирская кабина. Старая прослужила 25 лет. В ближайших планах привести лифт в готовность. К первому сентября в округе предполагается закончить все работы по замене лифтов. Я думаю, что в ближайшее время он начнет работу. Понятно, что жителям неудобно, потому что лифт, один подъезд, один лифт. И понятно, что 10 этажей кому-то не очень сподручно ходить на 9-10 этаж, но это временно. Зато будет новый лифт. Есть временные трудности. Подрядная организация с учетом наших требований, конечно, должна укладываться раньше, чем регламентные сроки. Мы их об этом просим. Такое тоже допускается, что мы ранее 45 дней стараемся запустить лифт в работу. Арест имущества грозит должникам по коммунальным платежам. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов провели рейд, на котором побывали и мои коллеги. А в ответ тишина. Судебные приставы приходят неожиданно. Хозяина нет, оставляют письмо с требованием погасить долг. Во дворе дома автомобиль, подлежащий аресту. Звонят хозяину. У вас имеется задолженность перед управляющей компанией. 44 тысячи. Вот мы сейчас находимся возле вашего автомобиля. Мы сейчас проведем арест имущества с участием понятых. Если собственник квартиры не платил за коммунальные услуги больше трех месяцев, на имущество накладывается арест. В данном случае автомобиль. Машину пока не конфисковывают, но ездить на ней водителю нельзя. МОС УРЦ направляет квитанции должникам с указанием суммы задолженности. И в случае, если задолженность не оплачивается добровольно, далее идет взыскание в судебном порядке. Проверить задолженность можно в управляющей компании или ТСЖ. Либо на едином портале госуслуг. Там же оплатить. Гражданам, у кого имеется данная задолженность, необходимо относиться к оплате в полном объеме данной задолженности. Неплательщиков могут ждать серьезные последствия. После наложения ареста у должника есть 10 дней на оплату долга. И два варианта его погашения. Продать свою собственность, либо взять рассрочку в управляющей компании. Если данные граждане не успевают за 10 дней погасить задолженность, судебный пристав исполнитель принимает полный комплекс мер для реализации данного имущества через публичные торги, либо на комиссионных началах. Средства, вырученные после продажи, идут на погашение задолженности. Такие рейды проходят регулярно. Причем не только за неоплату услуг ЖКХ, но и по налоговым и алиментным платежам, а также кредитам. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Новая школа в жилом комплексе «Тамилино-парк» ждет своих учеников. Строительные работы полностью завершены. Уже ведется набор на новый учебный год. Подробности в следующем сюжете. Три корпуса школы в ЖК «Тамилино-парк» строили полтора года. В новом учебном заведении три спортивных зала, большой актовый зал, библиотека и столовая на 550 посадочных мест. Просторные классы и коридоры. Все для комфорта учеников. «Помещения все готовы? Смогательные, все основные?» «Ну, в общем-то, да, работают и застройщики, и первая детская, кто поставляет оборудование, и в процессе». «Я думаю, что здесь будет особая атмосфера в данной школе, где детишки получат соответствующее образование. А люберецкое образование – это не одно из лучших в Московской области. Поэтому у нас есть все для того, чтобы ребята здесь учились, развивались и строили или закладывали фундамент для своего будущего». В школе смогут обучаться 1100 учеников. На новый учебный год уже зачислено 660 детей – с первого по десятый классы. «Я думаю, что мы откроем все параллели, за исключением 11 класса. Упускники должны, я считаю, доучиться там, где они начинали учиться, потому что впереди у них будут и государственные экзамены, ну и менять коллектив. В целом место для обучения нецелесообразно». Педагогический состав сформирован на 75%. Это и молодые специалисты, и представители старшего поколения. В планах застройщика – открыть в жилом комплексе детский сад и поликлинику. «В настоящий момент завершено проведение итоговой проверки стройнадзора. Все в соответствии с графиком. Немножко нас напрягли известные ограничения, связанные с пандемией, но тем не менее мы все сроки выполнили». Чтобы учиться было веселее, здание школы внутри и снаружи выполнено в ярких тонах. Перед открытием остался последний штрих – вымыть помещение и расставить мебель. 1 сентября школа полностью будет готова к встрече с учениками. В гимназии номер 18, расположенной в поселке Тамилино, проводятся ремонтные работы. Рабочие поставили новые окна, обновили кровлю, фасад и водосточные трубы. Вокруг корпуса начальной школы заменили покрытие на отмостках. Полностью завершить ремонт планируют к 1 сентября. «Надеюсь, что детям в новом учебном году будет и самое главное – тепло, комфортно пребывать. Мы уже не будем задумываться над тем, что может произойти протечки или еще какие-то неприятности». «Целый ряд вопросов в каждой школе. Мы смотрим, что внутри происходит. Поэтому какие-то вопросы мы решаем в плане пищеблока, какие-то вопросы мы решаем в плане отопления». На ремонт образовательных учреждений в 2021 году выделили 158 миллионов рублей. Реконструкция и благоустройство ведется в 18 школах и 20 детских садах. Гидравлические приборы и коммунальная техника премиум-класса – все это создают на предприятии в городском округе. На производстве побывала «Айтаж» Чирагова. «Позицию Р-80, как вы видите, поставите?» «Смотри, уточни по схеме. Насколько я помню, на Р-80 ставим 151, 5%. Раньше Анна Ефимова закупала электронные товары, но три года назад предложили должность инженера-технолога. Сейчас Люберчанка курирует отдел разработки электроники. Под ее руководством проходит процесс от обращения клиента и до выпуска конечной продукции. Начальник нашего отдела разработки, именно где сидят инженеры-программисты, продумывают программное обеспечение. И я уже совместно с ними продумываю, как мы будем собирать узлы, из чего мы будем собирать электронные устройства наши». Сотрудники отдела электроники производят аппараты дистанционного радиоуправления и бортовые компьютеры для сельскохозяйственных машин. «Это мусоровозы, комбинированные дорожные машины и автогидроподъемники». На предприятии трудятся 500 сотрудников. Специалисты постоянно разрабатывают современную аппаратуру и машины. «Мы сегодня посмотрели уникальный бункер на базе КАМАЗа, который полностью изготовлен здесь. Проходит обкатку, уже две машины у нас ходят. В ближайшее время уже производство, массовое производство запущено». В планах на ближайшие несколько лет расширить производство гидравлического оборудования. Филиалы Люберецкого предприятия уже работают в Москве, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Более 20 лет в Люберцах работает компания, которая занимается производством кофе. В России предприятие входит в тройку лидеров, а за рубежом его продукция пользуется высоким спросом. Наша съемочная группа увидела, как создают сырье для бодрящего напитка. 400 тонн продукции в месяц. Такого объема хватает, чтобы напоить не только российских кофеманов, но и удовлетворить спрос за рубежом. Кофе, сделанный в Люберцах, экспортируют в 10 стран мира. Кофейный аромат царит не только на складах, где хранится сырье, и не только на производстве, где происходит его обжарка. В офисном центре компании есть собственная лаборатория. Перед тем, как попасть в чашку, кофейные зерна проходят долгий путь. Приходит образец из страны происхождения. Наши технологи берут этот зеленый кофе и начинают с ним работать. Первое, что они делают, это проверяют его на наличие дефектов. Дефекты бывают разного рода, их очень-очень много. Дальше проверяется его влажность и проверяется его так называемый скрин, то есть размер этого зерна на специальное оборудование. А еще проверяют цвет после обжарки и только потом приступают к помолке. Далее самый приятный этап – приготовление и дегустация. На первом месте не только качество сырья, но и модернизация оборудования. Несколько месяцев назад здесь появилась универсальная обжарочная печь. Подобных аппаратов во всей России всего 10, а именно такой модификации он пока единственный. Действительно хорошие производственные мощности, большой склад сырья. И мы увидели сегодня ту производственную линию, которая позволяет нам видеть тот продукт, который мы уже на полках наших магазинов наблюдаем. На кофейной фабрике работает около 150 человек. В основном это жители городского округа Люберцы. Во время пандемии коронавируса предприятие не останавливало свою деятельность. Более того, компания оказывала помощь учреждениям здравоохранения и поддерживала врачей своей продукцией. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий, а также представители здравоохранения ответили на вопросы журналистов. Пресс-конференция была посвящена ситуации с COVID-19. На встрече побывали мои коллеги. 16 271 случаи заражения, 501 летальный исход. Такова статистика по COVID-19 в городском округе Люберцы с начала пандемии. То есть с весны прошлого года. За этот период вирус несколько раз затихал. Сейчас он снова пошел в наступление. Течение заболевания в третьей волне серьезным образом отличается от первой и второй волны. В первую очередь это тяжелое и быстрое развитие заболевания у пациентов молодых без сопутствующих заболеваний. Коронавирус дошел и до детей. На данный момент в инфекционном отделении Люберецкой областной больницы лечатся 46 пациентов. В возрасте от одного месяца до 17 лет. В отличие от взрослых, у них болезнь протекает в легкой форме. Один из вопросов журналистов коснулся темы вакцинации детей и подростков. Сейчас этот вопрос обсуждается. Обсуждается. И в настоящее время проводятся клинические исследования. Да, вакцины с пылью COVID. Насколько эффективно и безопасно им применение у детей. Я думаю, что окончательное решение будет принято после окончания клинических исследований. Немало вопросов и по поводу вакцинации взрослых. Например, сколько дней после прививки допустимо повышение температуры. По словам врачей, обращаться в больницу надо в том случае, если озноб держится больше трех дней. Сделал укол, но на госуслуги не пришло уведомление. Причина может быть в техническом сбое или в некорректном внесении данных пациента. Что касается темпов вакцинации, то в городском округе Люберцы первый этап прошли около 110 тысяч человек. По статистике у нас порядка 315 тысяч проживающих. Если мы ставим задачу 60 процентов, хотя сейчас задача поставлена премьер-министром до 80. Но если мы берем 60 процентов, то 151 тысяча. Не менее мы должны вакцинировать. Вот от этой цифры у нас вакцинация уже порядка около 73 процентов. Весь процесс иммунизации прошли около 62 тысяч люберчан. Вторую прививку назначают через 21 день после первой. Если человек в отъезде и не может посетить пункт вакцинации, вторую дозу препарата допустимо вводить чуть позже. Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Число детей, заразившихся коронавирусной инфекцией в округе, растет. В отличие от первых двух волн COVID-19, болезнью маленьких пациентов протекает со сложнениями. Подробности у моей коллеги Луизы Егезарян. Инфекционное отделение Люберецкой областной больницы рассчитано на 50 коек. В апреле прошлого года здесь начался прием первых пациентов с коронавирусом. В начале октября стационар перепрофилировали под детский ковидный госпиталь. Детки поступают с неймониями, с подтвержденным ковидом. Мы работаем с самого начала эпидемии, не закрывались ни на день. За 10 месяцев здесь вылечили более 1100 маленьких пациентов. Сейчас отделение практически заполнено. Свободны 4 койки из 50. По словам врачей, резкий скачок заболеваемости среди детей начался в июне. Слава богу, детки поправляются. Бывают, конечно, действительно тяжелые случаи. Мы этого видим у подростков чаще всего, все-таки с дыхательной недостаточностью. Маленькие детки, к счастью, поправляются и болеют легче, поправляются быстрее. Самому маленькому пациенту инфекционного отделения 18 дней, а самому старшему 17 лет. По словам родителей, основные симптомы заболевания – кашель, повышенная температура и насморк. «Температура держалась целая неделя. У Тимоши 38,5-39. И потом уже я спору вызвала. Приехали сюда, нам сказали, что вот все это серьезно. Я сначала тоже как бы не серьезно к этому относилась. На самом деле это очень страшно. Я всегда на нервах была. Вот это действительно первое время я сидела на таблетках». «Мы пролежали в больнице практически неделю. Сегодня нас выписали. Сделали рентген. Сказали, что анализы уже нормализовались. Теперь активно восстанавливаемся, пьем витамины. Всем советую стерегаться коронавируса, не болеть, потому что здоровье – это самое важное». Торговые центры проверяют на соблюдение антиковидных мер. В рейдах участвуют сотрудники Роспотребнадзора и администрации городского округа Люберцы. К очередной инспекции присоединились мои коллеги. Зона фудкорта закрыта в торговом центре почти месяц. Заказать еду можно только на вынос или через службу доставки. Меры крайние, но необходимые как для посетителей, так и для самих работников общепита. «Большинство наших посетителей с пониманием, в надежде, чтобы не было локдауна. Предыдущий год нас закалил, и теперь мы очень быстро реагируем на все постановления. Все у нас отработано четко, быстро. Мы справляемся». В продовольственных магазинах тоже все строго. У входа в супермаркет контрольное измерение температуры. Здесь же антисептики, рециркулятор воздуха. Безопасный маршрут проложен до самой кассы. «На каждой работающей кассе обязательно есть антисептики и маски. Маски одноразовые. Они у нас в упаковочках. Все стерилизно, все хорошо». Такие же меры предусмотрены в магазинах одежды и обуви. Особые требования к утилизации СИЗов. Использованные маски и перчатки должны выбрасывать отдельно от другого мусора и в двойной пакет. «То есть мне нужно вот в это ведро еще один пакет вставить?» Еще один пункт проверки – журналы учета термометрии сотрудников. Они должны быть в каждом торговом объекте, а заполнять их обязаны каждый день. «На кисты у кого температура, что делаете? Отправляем домой, только в врачу». Подобные проверки проходят повсеместно. Особое внимание крупным торговым центрам с высокой проходимостью. Меры по борьбе с COVID-19 усилены в столичном регионе с 24 июня. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вынес очередное постановление из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. Уиза и Гязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Он спасает детские жизни. Имя ведущего врача Московского областного центра материнства и детства Николая Щапова давно известно не только в Люберцах, но и за пределами столичного региона. Наш корреспондент узнал, какую помощь оказывают в отделении хирургии новорожденных. За спасением детей к Николаю Щапову приезжают пациенты из Московской области и других городов России. У сына Валентины Пронина и Артёма при рождении отсутствовало анальное отверстие. Люберецкие детские хирурги вылечили патологию. Главное, чтобы ребёнок даже не понял, что он родился с пороком. На операционном столе двухмесячная Ника Синицына. У малышки врождённая патология, при которой почка постепенно отмирает. Ранее хирурги установили пациентке биоимпланты. Сейчас врачи Николай Щапов и Светлана Шатова проверяют эффективность первой операции. Выглядит как устье, а мы соперируем. Оказывается, что это неэффективная операция, потому что не то блокируем. Поэтому мы используем специальные котляторы, чтобы найти это устье. Эндопросветная хирургия – это операции, во время которых инструменты вводят через естественные физиологические пути. Разрезы не делают, поэтому восстановление после таких операций проходит быстрее и легче. С приходом Николая Фёдоровича, естественно, у него достаточно хороший, большой опыт по выполнению этих операций. У него много знаний. И, скажем, чёткая цель была именно перевести все наши операции, которые мы делаем, на основу эндоскопической техники. Патологию у ребёнка обнаружили ещё во время беременности Екатерины Синицыной. Операция прошла без осложнений. Малышку передают в руки матери. Хочется уже взять и согреть ребёнка. Знаниями и методикой Николай делятся с люберецкими, российскими и зарубежными коллегами. На сайте образовательной инициативы детских хирургов Московской области проводят мастер-классы. Врачи ведут онлайн-трансляцию сложных операций. Порой во время хирургического вмешательства придумывают новые методики. Ребёночек у нас уложен. Мы готовы к постановке таракаров. Если обратить внимание, от предыдущих операций у нас осталось несколько доступов. Постараемся использовать доступы. В Московском областном центре охраны материнства и детства оказывают два вида помощи – экстренные операции и реконструктивные. Спасти жизни, справить патологию, не оставляя следов, и назначить правильное лечение – всё это ювелирная работа детских хирургов. Огромное благодарность Щапову, огромное благодарность Славе Михайловне. Если бы не они, я не знаю, что с нами было бы. Айтадж Чирагова, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ. История каждой семьи начинается с ЗАГСа. За вековой период эта служба претерпела много изменений и соединила тысячу судеб. Наш корреспондент расскажет о парах, которые начали свой совместный путь в Люберецком ЗАГСе. Господи, неужели уже 50 лет прошло? Так смотри, какие мы были. День своей свадьбы супруги Аболинские помнят в мельчайших деталях. С самого утра начался проливной дождь. Хороший знак, подумала тогда невеста. Так и получилось. Всю жизнь рука об руку воспитали двоих сыновей, теперь радуются четверым внукам. Нету секрета никакого. Мы просто любили друг друга и любим. И уступать, и уважать. Самое главное уступать еще. Но это женщины, в общем-то, должны делать. Где-то смягчать острые углы. Закруглять их. Расписались молодожены 10 июля 71-го года в Люберецком ЗАГСе. В золотую годовщину свадьбы Аболинские снова здесь, чтобы вспомнить тот счастливый день. Тут еще была вывеска, что это Люберецкий ЗАГС. Вот сейчас ее нет. Господи, как будто вчера. Вот здесь нас расписали. И уже 50 лет. С 1935 года Люберецкий ЗАГС соединил судьбы более 171 тысячи пар. Именно с этого периода в отделе хранятся все записи. А история становления самой службы началась сразу после Октябрьской революции. Среди тех, кто зарегистрировал здесь брак, младший сын Сталина. Василий Иосифович узаконил свои отношения с Галиной Бурдонской 30 декабря 1940 года. А вы прямо сейчас хотите? Да, прямо сейчас хотим. А товарищ папа, простите, товарищ Сталин, он знает, он не против? До 1963 года Люберецкий отдел ЗАГС располагался в здании нынешней иммиграционной службы на Кирово-10. Затем переехал на Октябрьский проспект. И по сей день самые важные моменты жизни человека, одно из которых рождение семьи, происходит именно здесь. Луиза Игия Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Открытый урок по самбо провели мастера спорта для жителей Люберец в парке Наташинские пруды. Каким приемом научили спортсмены в нашем следующем сюжете. Павел Худяков начал заниматься самбо еще ребенком. Сегодня он мастер спорта и тренер. Обучает молодое поколение силовым приемам и умению правильно падать. Да, я начал заниматься в 6 лет. Меня мама с папой отвели по стопам брата. Ну и с этого возраста я целиком и полностью принадлежу этому виду спорта. Самбо в первую очередь самооборона без оружия. Единоборство по признанию самих спортсменов развивает и физические навыки, и нравственные. Самбо у нас развивает характер, стремление к быть первым. Поэтому на самом деле это тот самый вид спорта, который нужен детям сейчас. Для посетителей парка Наташинские пруды спортсмены провели бойцовскую разминку. Дети в ней приняли активное участие. Взрослые научились некоторым боевым приемам. Потому что из мужчин здесь никого нету, но и девочки поддержали, поэтому я вышла. Ну так для общей практики немножко занятий прошла. Цель люберецких спортсменов – приобщить жителей Люберец к активным занятиям спортом. В планах Федерации самбо проводить в округе такие открытые уроки регулярно. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Бесплатный фитнес в Люберцах. Тренировки для всех желающих проходят в парках Наташинские пруды и Малаховское озеро. На одном из таких занятий побывали мои коллеги. Каждое воскресенье Алена Ткачева к 10 утра приходит в парк Наташинские пруды на танцевальную тренировку. В компании подруг девушка поддерживает физическую форму и заряжается позитивом. Удобное время. Можно потанцевать, расслабиться, получить заряд энергии на целый день. И потом еще целый день чем-то заниматься своими делами. Поэтому стараюсь каждое воскресенье здесь быть. Тренировки проводятся на свежем воздухе для всех без исключения. Основное требование – наличие спортивной формы и хорошего настроения. Абсолютно нет никаких противопоказаний, потому что в наших танцах есть опции более легкие, более сложные. Вы всегда можете выбрать вариант и двигаться в том темпе, который для вас комфортный. Занятия разные. По выходным – танцы. В понедельник – силовые упражнения. В среду – йога. Тренировки подходят как новичкам, так и опытным спортсменам. Для любого уровня подготовки тренер подбирает нужные упражнения. На каждое занятие собирается 20-25 человек. Ориентируемся на контингент, который пришел заниматься. Если это детки, можно сделать движения более легкими и показать сложную опцию для взрослых. Это всегда драйв, это всегда весело, это всегда зажигательно и полезно. Бодро очень, бросать курить надо. Для меня это просто чудо, потому что я совмещаю в одной тренировке два направления. Испанский язык, я преподаватель испанского, и танцую. Супер, приходите. Занятия бесплатные и не требуют предварительной записи. Расписание можно узнать в социальных сетях «Парков-Луберец». Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова